Всем привет! Сегодня у нас 22 декабря 2021 года. Этой ночью в Веническ пришла зима. Мороз был до минус 12, снежило, пружило. Поехали посмотрим на микрорайон, что там происходит. Видите, худо-бедно перекресток посыпан песком. Это где-то сейчас часов 10 дня. В общем, передвигаться можно осторожно, но можно. Едем мы на микрорайон, да и вообще по городу. Проедем, посмотрим, что происходит. Это улица Ковпака. Был такой советский партизан, который, кстати, был вегеническим военкомом. Об этом на военкомате до сих пор висит мемориальная табличка. Сидоров, Темич, Ковпак. Ну, вот пошел в микрорайон. Вот тут с левой стороны двух-трехэтажки. А с правой стороны пошли пятиэтажки. Здесь, да, что мы едем таким вот ракообразным способом, потому что переднее крепление камеры у меня навернулось. Осталось надежнее заднее крепление. Не хочется потерять камеру, тем более, что больше мне ее никто не купит. Так, что у нас здесь? Здесь у нас училище с правой стороны. С левой стороны садик. Школа, садик. Она как-то зависит от третьей школы. Этот садик. Или как-то так связано. Здесь учебные корпуса училища. С правой стороны еще двухэтажный такой комплекс. Это справа у нас получается общежитие училища. Ну, по-моему, в училище штукатурного нет. Вот я сужу по внешнему виду. Она настолько обшарпана убитая, что капец. С левой стороны это у нас улицы Сиротские. Ну, сироты там живут. Здесь вот сейчас будем поворачивать. Вот здесь вот делают бриз. Хороший ресторанчик, между прочим. Вот там дальше стояла радиолокационная станция. Привода нашего аэродрома. Потом ее перенесли, потому что оказалось в центре города. В связи с развитием микрорайона, ничего она уже против супостата не могла работать. Это у нас было слева трехэтажка общежития хлебозавода. В советское время построен. Это у нас здесь слева строился рынок северный. Сейчас вот тут выгородили кусочек, поставили новый магазин. С правой стороны мы проехали третью школу. Дай бог памяти, в 84-м или 85-м году ее построила ПМК-168. Геническая агросель строй. Санстанция. Трехэтажка. Неизвестно, она работает, не работает сейчас санстанция. Так, и заезжаем, собственно говоря, на микрорайон. Вот отличительные особенности микрорайона. Это многочисленные трубы. Трубы до пятого этажа идут и выше. Значит, откуда они взялись? Ну, вообще, при советской власти престижно и удобно считалось жить в квартире. Отопление. Топить не надо. Централизованное отопление. Пришел, сельским хозяйством заниматься не надо. Сел у телевизора и смотришь. Телек. В общем, все так было хорошо до начала 90-х. Где-то с 94-го года все это накрылось медным тазиком. Централизованное отопление микрорайона. Выставил сумасшедшие цены за отопление. Что-то там получалось. Ну, какая вот сейчас у вас зарплата? Допустим, 12 тысяч гривен. 15 тысяч. Ну, вот 12 тысяч вами поставили за месяц платить за тепло. Естественно, никто платить не стал. Естественно, наша котельная не могла работать без денег. Поэтому она закрылась. Раз закрылась, тепло перестало поступать. Люди начали мерзнуть. Люди начали мерзнуть и думать. Думать они начали о том, как поставить себе индивидуальное отопление. Так, это я не туда заехал. Там что-то, по-моему, поперек дороги стояло. Ну, сейчас развернемся и продолжим путь. Посмотрим. В общем, в каждом доме стояла маленькая такая буржуйка. Вот по типу там Ленинграда или что там был блокадный. Блокадный Ленинград. Вот понемножку стали выводить трубы. И в конце концов это все дело мигрировало в то, что стали ставить нормальные такие котлы отопительные в квартирах. Углем топили. Чем еще? Газа не было в микрорайоне. Котельные работали на солярке. Херсон их исправно посылал солярку. Геничане за нее не платили. Солярка куда-то испарялась. В общем, а теплокоммунэнерго наша геническая, оно стояло без денег. Ну и развалилось. Вся отопительная система. Это было еще где-то, дай бог, 95-й год что ли. Так, вот в 92-м году здание поставлено. Одно из последних пятиэтажек, которое было построено, ну еще при старой власти, в начале 90-х. Это мы, кстати, едем по улице 40 лет победы, которую неплохо было бы переименовать. Улицу Святого Эрдогана. Это тот товарищ из Турции, которого мы умудрились крутануть с турецким микрорайоном. Пообещали, приехали. Ходил тут губернатор. Кстати, у нас уже третий губернатор с тех пор. Третий или четвертый. Они меняются как... В общем, как памперсы у ребенка. Очень часто. И от Эрдогановых планов построить для крымских татар микрорайон осталась вот у нас асфальтированная дорога. Вот по которой мы только что ехали. Теперь микрорайон планируют построить где-то там в Киеве или в Херсоне. В общем, Святой Эрдоган поверил. Поэтому я рекомендую этот участок переименовать 40 лет победы и переходит в улицу Святого Эрдогана. Так. Это у нас справа Афганский парк. Микрорайон. Я сейчас развернусь. Я хочу показать поближе. Вот. Видите? Вот стоят трубы. Они до сих пор стоят. Люди молодцы. Нам не страшен мороз. Нам не страшен серый волк. Люди будут топить. Углем, дровами, ветками, соседскими заборами, чем угодно. Но они зиму переживут. Даже если отключат газ, свет. В общем, все на свете. Сегодня, кстати, что-то по городу с газом было не то. У людей отключались газовые колонки. Потом включились. Что-то там... Что-то происходило. Ну, минус 12. Я думаю, наверное, фильтры замерзли. Внезапно пришли морозы. Их забыли почистить или поменять. Или вообще включить. Так. Ну, и продолжаем мы движение. Только в обратную сторону. Раз развернулись. Поехали мы. Поехали мы. Да. На улицу. 40 лет победы. Пока еще 40 лет победы. Вот эта улица уходит. К этому самому. К морю. Вот два здания с левой стороны. Это были ОУПы. Обслуживаемые усилительные пункты с людьми. Ну, в общем, с жилыми квартирами служебными. Которые обслуживали связь в советское время. Проводная тогда связь была. Правительственная. Соединявшая Симферополь с Москвой. И вот здесь вот была станция усиления этих всех сигналов. Вот с левой стороны турецкий хлеб. Блин, может они в турецкий хлеб вложили гроши. Вот там у нас ресторанчик был 2000. На первом этаже. Вот еще два здания. Дальше туда влево строительство не пошло. Но я так думаю, потому что там у нас проходит противотанковый рог. Где расстреливали немцы. Немцы решали проблему евреев. А после войны, я так думаю, не эксгумировали эти тела. Так оно все и осталось. Но при советской власти решили, наверное, туда микрорайон не двигать. Я так предполагаю. Потому что нехорошо. А туркам, Эрдогану, значит, хотели вот это место впарить, что слева. Даже на этой степени. Вон машина идет, наверное, какое-то обучение. Вот тут у нас на очистные пошла дорога. А это у нас училище. С правой стороны. С левой стороны тоже пустырь, не застроенный. Так вот, как... Ну, когда, в 92-м, в 93-м был построен последний дом на микрорайоне. Последняя пятиэтажка. Мжиковская. И все. На этом строительство закончилось. Это у нас с училища пошли общежития училища. С правой стороны. Потом сейчас там будет два Мжиковских жилых дома. Тоже одни из последних построены. Это когда были все ресурсы, были деньги. Все было, не было рабочей силы. Ну, вот жильцы своими силами построили вот эти два домика. Две пятиэтажки. С правой стороны это у нас спорткомплекс. Ропан Леонид. Там работа. А вот здесь вот, с левой стороны. Вот здесь вот у нас интересный домик. Сейчас я остановлю. В общем, здесь на первом этаже взорвался на газовых баллонах начальник генического газового хозяйства. Время было 90-е. Время было лихое. Газовое хозяйство лупило за свои заправки газов сумасшедшие цены. И бабка-ворошка мне рассказала, что это они там собрались. Коллективом пошептались. И судьба наказала вот этого товарища. Взрыв был такой, что гремело на весь микрорайон. Так, ну, здесь у нас Дафи. Левия там был в том же подвале ресторан Арабат. Это когда Олег Муравьев у нас был директором концерна Арабат. А потом стал он у нас мэром. А потом с дуру заказал двух кривожопых, криворуких товарищей покушения. И вот там был ресторан Арабат. Так, это у нас гаражи старые с правой стороны. Там мы проехали пожарную часть. Так, с левой стороны вот тут у нас было кафе. Хорошее такое красивое кафе. Но малопосещаемое место. Это Амстердам, кстати, называлось. Место такое непроходное. Место неуютное. Чтобы где-то машинку приткнуть там нет. А так интерьер был классный. Ну, поработало, закрылось потом. Сейчас продали, по-моему, жилой дом. Так, это мы едем по улице Парижской коммуны. Я удивлен, но, по-моему, они переименовали почему-то. Главное, Карла Маркса переименовали. А здесь нет. Так, с правой стороны у нас начинается пищевкусовая фабрика. Кстати, предприятие работает. Кстати, выпускает томатную пасту под маркой Генечаночка. Ну, и выпускает еще бутилированную воду. В воду, фильтрованную воду. Генечане привыкли, а приезжие от нее морщатся. Она сероводороном воняет. И вот для таких особо чувствительных товарищей здесь поставили фильтр и торгуют на разлив водой. Можно и бутилированной. Там и такая есть. В общем, по-моему, одно из немногих предприятий, оставшихся в тех времен, которое заработало, которое стало, не рассыпалось, не развалилось. Магазин Простор. Это строительный магазин. С левой стороны у нас парк Шевченко. Вот он, кинотеатр был открытый. Когда-то. Так, это мы приближаемся к перекрестку. А что ж, приближаемся. Батарейка у меня села. Где-то в этих местах. Я не заметил. Поехал в центр. Там поснимал на выключенную камеру. Ну. Вот здесь вот машинки стоят. Это у нас здесь этот самый... Приват переехал. Контора Привата. Что-то там в центре, в магазине не срослась аренда. В общем, они выбрали, что здесь лучше. Уголь. Вот здесь в машинках продается. Мешок 500 гривен. В мешке 50 килограмм. Получается 10 тысяч. Это мы едем по Махарадзе в сторону... В сторону рынка. Но мы не доедем. Поэтому я сейчас прощаюсь. Всем всех благ. Подписывайтесь. Постараюсь дальше оперативненько выкладывать видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.